Друзья, всех приветствую! Сегодня я хочу поднять тему, которая является, на мой взгляд, глобальной проблемой нашей современности. Это изобилие неграмотной информации, которая приводит человека, желающего снизить массу тела или поправить свое здоровье, как минимум к растерянности их замешательству и как максимум глобальным непоправимым последствиям в области здоровья. То есть сегодня абсолютно нередкостью является ситуация, когда человек, просто желающий снизить массу тела, создает определенный пул действий, который не только не приводит к снижению массы тела, но, к сожалению, приводит к последствиям в области здоровья, таким как заболевания желудочно-кишечного тракта, желчекаменная болезнь, проблемы с печенью, проблемы с почками, с уровнем холестерина, расстройством пищевого поведения и так далее. И что самое печальное во всей этой ситуации, что, по сути, это может быть итогом не только самодеятельности человека, но, к сожалению, и итогом рекомендаций нутрициологов и даже врачей вполне себе приличных клиник. В качестве примера я хочу привести историю моей подопечной, которая и стала жертвой подобных мероприятий. Моя подопечная пришла ко мне в работу в полном разочаровании, страхе полноценно питаться, потому что, по ее словам, от каждой погрешности в питании она наблюдала прирост массы тела. Более того, от работы с прошлым нутрициологом она получила список нехилых диагнозов, ну и в соответствии с ними, естественно, список приличного количества биологически активных добавок, которые должны были решить все ее вопросы и задачи по снижению веса и, собственно, по состоянию здоровья. Проверив ее здоровье совместно, мы сняли абсолютно все подобные диагнозы, мы убрали биологически активные добавки и на протяжении трех месяцев выстраивали грамотное полноценное питание, работали с пищевым поведением, ну и, что немаловажно, залечивали на самом деле душу и разум от такого неприятного травмирующего опыта. И действительно у нас все наладилось, все у нас было хорошо и спустя определенное время моя подопечная попадает в гинекологу, который, просматривая все ее анализы, снова пытается ее впустить в водоворот подобных неадекватных рекомендаций, чтобы, собственно, перечеркнуть на корню всю нашу работу. На экране вы можете увидеть анализы моей подопечной, которые в полном порядке, никаких отклонений нет, это совершенно полноценный и здоровый человек, но, тем не менее, опять же, на экране вы можете увидеть, какие рекомендации дает, собственно, врач-гинеколог на основании совершенно полноценных и адекватных анализов. Конечно, вероятно, говоря о том, что есть какие-то определенные другие нормы, и они не те, которые написаны, да, это особенные, превентивные и так далее, то есть понятно, что аргументов много, да, дают нутрициологи и так далее, но вы можете видеть то, что вы видите на экране. Мне, конечно, очень радостно, что моя подопечная и само собой отреагировала на это уже совершенно другим способом, нежели в свои первые разы до нашей с ней работы, и вы можете увидеть, да, ее монолог на экране, и меня это, безусловно, очень радует, но зачем я привожу вам этот пример? Я очень хочу донести опасность подобной ситуации, потому что человек, который выйдет на такую кривую дорожку, не просто никогда в этой жизни не похудеет, он просто через несколько лет подобной дороге погубит свое здоровье. И сейчас я хочу привести те самые популярные рекомендации, которые может использовать человек, и они не просто не дадут результата, они, по сути, могут быть опасными, могут повредить вам здоровье, ну и могут являться критерием, что с этим специалистом вам не по пути, если действительно он вам дал такие рекомендации. И первое, это изменение соотношения в рационе белков, жиров и углеводов. Важно понимать, что у человека, как и у любого другого существа или, например, техники, есть своя инструкция, которую мы должны знать. Ну, то есть есть определенные действия, которые мы просто должны знать, что так делать нельзя, потому что это будет вредно для нашего организма. Например, мы не можем с вами за раз выпить 2 литра воды, потому что это будет токсично для нашего организма. Мы не можем работать 24 на 7 в течение месяца и не получить никаких последствий в виде недомогания, усталости, сонливости или, может быть, даже болезни. Мы не можем с вами дышать каким-то иным газом, не подводя свой организм к смерти. То есть у нас есть определенные установки, которые мы должны просто знать. По сути, инструкция к организму человека – это физиология и биохимия организма человека, который, ну, хотя бы поверхностно должен знать абсолютно каждый человек. Так вот, по сути, это понимание стоит абсолютно во главе всех рекомендаций, которые являются некомпетентными и которые я сейчас буду озвучивать. Так вот, изменение соотношения белков, жиров и углеводов в рационе – это то самое действие, которое полностью не подчиняется инструкции нашего организма. Нужно дать абсолютно каждому нутриенту выполнить свою функцию в нашем организме в полном объеме. Поэтому мы должны запомнить, что соотношение белков, жиров и углеводов заключается в том, что 25% от общего рациона должно приходиться на белки, 25% на жиры и 50% на углеводы. Только так и никак иначе. Потому что белки в этом случае будут нести функцию построения мышечных тканей, клеточных структур, органов и систем и также элементов крови. Жиры будут сохранять наш гормональный баланс и также отвечать за целостность клеточных структур, а углеводы будут давать нам энергию здесь и сейчас. И, собственно, благодаря этому мы будем чувствовать жизнь в нашем теле, думать, размышлять, бегать, заниматься спортом и в целом заниматься любым занятием в нашей жизни. Поэтому, если вы, например, сталкиваетесь с каким-нибудь форматом питания или диетой, при котором начинаются изменения вот этих вот соотношений белков, жиров и углеводов, то вы уже можете для себя понять, что это как раз таки и есть выход на ту кривую дорожку, которая ни к чему хорошему вас не приведет. Следующая ошибка – это исключение углеводов из своего рациона. Я хочу отметить, что все положительные изменения, которые произойдут с вашей фигурой и здоровьем, произойдут только в присутствии углеводов. И этому есть как минимум три причины. Первое – это углеводы напрямую влияют на вашу тягу к сладким продуктам. То есть, если вы не дадите с помощью цельного зерна своему организму энергии, как я сказала ранее, нам требуется эта энергия, то в таком случае вы просто подведете себя к тому, что у вас будет непреодолимая тяга к сладким продуктам. Организм в любом случае все компенсирует. Поэтому действительно первая причина срывов – это исключение своего рациона углеводов. Вторая причина – это то, что белок, который вы будете потреблять, он будет лучше усваиваться и синтезироваться в присутствии углеводов, потому что белок у нас синтезируется в присутствии витамином группы В, в частности витамина В6, и цельное зерно является лучшим источником данных витаминов. Ну и третья причина – это то, что благодаря большому количеству клетчатки в цельном зерне, в углеводах вы будете налаживать микрофлору кишечника, у вас будет полноценно работать желудочно-кишечный тракт, и это будет способствовать как в целом сохранению здоровья организма, так и снижению холестерина или профилактике повышения холестерина, если пока с ним все в порядке. Друзья, но я сразу хочу отметить, что если вы съели банан на завтрак или, например, какой-нибудь белок с овощами на ужин, то это абсолютно не значит, что вы поели углеводов. Фрукты и овощи – это клетчатка, а углеводы, как таковые, про которые я говорю, это цельное зерно, то есть крупы, макароны, хлеба и так далее. Поэтому каждый день человек должен потреблять как фрукты, как овощи, так и, собственно, цельное зерно. Имейте, пожалуйста, это в виду. Следующая ошибка, я бы сказала, жуткая рекомендация и действия нутрициологов – это оценка инсулинорезистентности по уровню инсулина. Чаще всего после подобных действий человек получает просто жуткие и опасные рекомендации, которые приводят действительно к серьезным последствиям. Я хочу отметить и еще раз напомнить, что действительно люди, которые страдают лишним весом, как правило, по умолчанию имеют инсулинорезистентность, особенно если у них есть висцеральный жир и их талия больше 80 см. Но инсулинорезистентность – это лишь следствие вашего лишнего веса. И если человек хочет уйти от инсулинорезистентности, то нужно снижать вес грамотным питанием и таким образом отодвигать возможное развитие сахарного диабета. Я хочу еще отметить, что по сути оценка гормонов по анализам крови, она очень сложна, потому что практически все гормоны имеют определенные циркатные ритмы своей секреции. Ну то есть утром у вас одно значение, а вечером другое, потому что таков циркатный ритм секреции того или иного гормона. Поэтому даже в практике эндокринологов есть масса правил, тестов для того, чтобы корректно и адекватно оценить результаты анализов и понять, это являются нормой или это является, ну собственно, какой-то патологией, которая требует дообследования. Поэтому, друзья, просто пойти и сдать инсулин натощак, увидеть там какие-то высокие значения или невысокие, потому что у многих эндокринологов есть свои параметры, и пытаться как-то это решить, это абсолютно неверная тактика. У меня в моем опыте была очень печальная история, когда девушка обратилась к эндокринологу в весе 50 кг, абсолютно не по вопросам своего веса, он зачем-то проверил у нее инсулин, сказал, что он высокий, сказал, есть очень редко, максимум 2 раза в день, я думаю, что вам знакомы подобные рекомендации, исключил углеводы, запугивая бедную девушку тем фактом, что вот-вот у нее скоро разовьется сахарный диабет. Конечно, она последовала его рекомендациям, и ко мне она уже пришла в весе 43-45 кг, когда у нее пропала менструация, и она абсолютно не знала, что ей делать. И мы долгое время тратили на восстановление ее репродуктивной функции, на создание грамотного питания, чтобы она обратно просто вернула тот и так невысокий вес, которым она была. Зачем я об этом говорю, друзья? Вообще, в принципе, та область, которую мы обсуждаем, это абсолютно не место для подобных экспериментов и шуток, потому что это действительно может для кого-то оказаться фатальным. Следующая и последняя рекомендация, которая тоже является очень опасной, это редкое питание. В целом, сейчас уже запрещают перекусывать, вот сейчас я уже слышу, что в принципе трехразовое питание, которое было всем привычно, завтрак, обет и ужин, тоже уже является плохим, и надо стремиться к тому, чтобы человек ел два раза в день, а то для некоторых даже и один раз в день. Для того, чтобы разобраться в этом вопросе, мы должны снова с вами вернуться к заводским настройкам нашего организма и посмотреть на инструкцию, физиологию, как это работает. Так вот, друзья, смотрите, на самом деле человек начинает хотеть есть ровно тогда, когда еда покидает желудок организма. Поэтому мы можем сделать вывод, что безусловно от того, что мы поели, будет зависеть время, которое еда будет находиться. Так вот, если мы съели что-то легкое, то, возможно, еда будет в желудке находиться полтора-два часа. Если потяжелее, то до трех часов. Если очень тяжелую еду съели, то 4-5. Соответственно, мы можем сделать вывод, что даже если мы съели самую тяжелую еду с вами, то максимум времени, который она там может находиться, это 5 часов, и, соответственно, через 5 часов мы захотим есть, и нужно будет этот голод удовлетворить. А если мы логически представим, что человек встает примерно в 8 утра, а отходит ко сну в 11, то минимум, да, частота потребления еды должна быть 3 раза в день, а то и 4, для некоторых может быть даже 5, в зависимости от режима дня данного человека. Если мы не будем соответствовать этим рекомендациям, то, конечно же, пойдут проблемы. И, например, с желчным пузырем, и с панкреатической железой, и так далее. Также я хочу напомнить, что я рассказала только сторону желудочно-кишечного тракта, но в нашем организме все согласовано, и поэтому, если мы будем редко питаться, то, само собой, мы будем подводить себя к потере мышечной массы, а именно развитию саркопения. Потому что вы-то, конечно, питаться можете как хотите, и при этом вы можете чувствовать себя хорошо, и видеть какие-то другие результаты совершенно в другом фокусе. Но ваш организм продолжает жить и работать, и он обязательно возьмет субстрат для своей работы. И это будет мышечная масса, если вы не хотите соответствовать тем физическим потребностям организма, которые я озвучила ранее. И это лишь малая часть тех некомпетентных рекомендаций, которые вы можете услышать, или которые, возможно, вам и рекомендовали. Но если вы себя уже убережете хотя бы от тех, которые я озвучила, то вы в раз 100 сохраните свое здоровье и гораздо быстрее придете к той цели, которую себе поставили. В конце ноября я набираю группу по коррекции веса и пищевого поведения, где на протяжении двух месяцев участников я буду обучать тем самым заводским настройкам нашего организма, помогу сформировать грамотное питание для цели каждого человека, который он придерживается. Ну и самое главное, я дам базу, после которой вы точно не станете жертвой подобных мероприятий. Если вам актуально участие в группе, то ниже под этим роликом по ссылке предзаписи вы можете оставить свои данные. Это вам даст возможность ознакомиться с программой группы, связаться лично со мной и обсудить все волнующие вопросы и приобрести участие по выгодным ценам. До встречи в работе и в следующих роликах.